Дорогие друзья, несколько слов о том, как правильно подготовиться к Песаху, к Седеру и как провести Седер правильно. Самое главное, перед подготовкой к Седеру, Песаху, надо не забыть продать хамец. И не забыть привести дом в порядок и провести обряд поиска хамца. Так как во время всего праздника Песаха запрещено иметь во своем владении хамец. Это очень-очень важно. Итак, подготовка к Седеру. Стол должен быть накрыт. Только киара, на которую выкладываются все основные части, которые мы используем на Седер, делается уже на столе. Стол должен быть красиво декорирован. Все должно быть по высшему уровню. Должна быть приготовлена вода, соленая вода, потому что в Песах, в сам праздник это делать нельзя, для того, чтобы макать карпас. Должны быть пожарены куриные горлышки, для того, чтобы использовать это для ЗРО, с учетом на первый-второй день. Все это листочки для марора. Марор должен быть натерт, хрен должен быть натерт. Нельзя есть мацул, начиная с Курима до Песаха. Но особенно это важно в день до Песаха. Ни в коем случае не едят мацул. А также не едят те овощи, которые мы используем, овощи-фрукты, которые мы используем на киаре. Яблоко, картошка, лук, салат, хрен. То, что мы используем во время седра. Также, когда мы говорим про 10 казней, то мы отливаем вино из бокала. И желательно подготовить такую чашу с надломленным краем, которую мы будем использовать во время седра. Да, а вот эти 4 бокала, с которых мы пьем, их надо проверить. То есть, не то, что 4 бокала. Тот бокал, с которым мы пьем 4 бокала, он как раз должен быть совершенно целый, без каких-то малейших повреждений. Начало седра определяется началом ночи. И в Берлине, например, это в 20 часов 23 минут в этом году. Итак, первый вечер. Сразу после молитвы начинается седра. Закончить его нужно с Ефемикаман в определенное время. В Берлине это час и 8 минут ночи. Женщины точно так же обязаны проводить седр. И все его части, мацу, кушать вино, пить, марор, кушать, читать о году, они точно так же обязаны это делать. Так же и дети. Итак, подготовка киары, подготовка платы. Вот этой тарелки для седра используются 3 полных, неповрежденных, круглых мацы, которые соответствуют Израилю, Левии и Когену. Между ними надо положить салфетки. Сверху тоже кладется салфетка. Лучше положить целлофановый пакетик и сверху салфетку, чтобы никакая жидкость от, скажем, марора не попала на мацу и не получился хамец во время седра. Справа, вверху кладется зро, это обжаренное горлышко куриное. И желательно снять мясо как можно больше с него, чтобы только косточка, совсем чуть-чуть мяса. Сверху, слева кладется вареное яйцо. В середине кладется марор. Это римский салат, внутри которого натертый хрен. Внизу справа херосет, это такая смесь, заготовленная заранее, яблоко, груша и грецкий орех. Чуть-чуть туда добавляют, еще позже немножко вина добавляют. Внизу слева карпас, это или кусок лука или вареной картошки. И еще ниже, между ними, еще раз салат с хреном внутри. Первое это кадыш, это произнесение кедуша. Наливается вино, каждый наливает, все обязаны выпить. 86 миллилитров, минимальный размер этого бокала. И лучше взять поменьше бокал, достаточного количества, и выпить его целиком, чем взять большой бокал и выпить только часть. И все говорят кедуш, даже дети, женщины. И потом, когда выпивают вино, очень важно пить это одним глотком, одним залпом, не спеша, но не прерываясь. И наклонившись на левое плечо. Следующий урхас, мыть руки надо, точно так же, как на хлеб, не произнося благословения, для того, чтобы мы могли кушать карпас, лук или картошку. Следующий шаг, это карпас. Берется этот кусочек картошки или лука, кизоид, 27 грамм минимум. И три раза окунается в соленую воду и съедается. Потом, значит, едят его, не облокачиваясь на левую сторону, но, надо сказать, благословение на, значит, адама, на карпас. Думая о мароре и корахе, вот этом сэндвиче, который мы потом с мацой едим. Вот. И, значит, то, что съели, то, что осталось, не кладут обратно на керу. Следующая, яхац. Берут среднюю мацу и ломают ее на две части. Большую часть из них проверяют, делят на пять частей и складывают, это будет афикаман. Мудрецы и раввины, редес говорили, что очень важно, что было именно пять. Если отломился еще какой-то шестой кусочек, его откладывают в сторону. Вторую часть, которую меньшая была, кладут обратно на то место, где мы вытащили эту среднюю мацу. Следующая, магид. Мы начинаем читать Агаду. Когда читается Агада, есть некоторые моменты, когда надо приоткрывать мацу. Например, хей лахма. Это указано тоже в Агаде. Потом маништана. Когда маништана читают, то маништану читают все. Все члены семьи. И дети начинают с маленьких и заканчивают старшими. Когда поют песенку Вихи и Шианда, то мацу закрывают. Когда мы говорим про 10 казней, то мы держим бокал вина и вот в эту заготовленную мисочку с надобленным краем, ободочком, мы по маленькой капельке отливаем из бокала вина в эту мисочку. И потом, когда мы отлили, надо будет долить еще раз вино, чтобы наш бокал был полным. Когда читается в Магид Мацасу, когда читается, то мы держим вторую и третью мацу в этот момент. Когда мы говорим про Морор, то мы рукой докасаемся до Морора. Когда мы последнее благословение читаем в Агаде, в Магид, то мы держим в правой руке наш бокал с вином. Следующая рахца. Моются руки на хлеб. Три раза на правую, три раза на левую. Произносится благословение на хлеб. Сначала благословение на мытье рук, а потом мы берем всю мацу, докасаемся до нее и говорим браха рамо целеха мина арец. Потом отпускается третья маца, нижняя, отпускается. И говорится вторая браха аль эхилат маца, что мы кушаем мацу. Да, и мы думаем в этот момент тоже о маце, которым будем кушать, и о фикамане, которым будем кушать, и о вот этом сэндвиче, которым будем кушать. Потом, значит, мы сказали браху, и нам нужно минимум кизаид, то есть это минимум половину вот этой круглой мацы, скушать. И скушать надо это, кушать надо это, облокотившись на левый бок, на левую руку. И мы не опускаем ее в соль мацу, и нужно ее кушать, и постараться скушать этот кусочек в течение четырех минут. Потом марор берется немножко в вина и добавляется чуть-чуть в марор. Потом марор чуть-чуть окунают в тункен, да, окунают в хоросет. Потом то, что лишнее, снимают с хоросета и съедают кизаид, то есть 27 грамм вот этого римского салата вместе с хреном с марором. Нет, мы ничего не съедаем, мы говорим браху, браху на марор, и в этот момент мы думаем тоже о корохе, то есть вот этом сэндвиче, где находится марор тоже. Его тоже нужно скушать в течение четырех минут, марор, но мы не облокачиваемся в этот момент, не облокачиваемся. Да, и это очень важно кушать, даже когда вот нам тяжело кушать, и это очень остро, то все равно стараются кушать. И это тоже очень-очень важный момент, что мы стойкость свою показываем, чтобы Всевышний к нам весь год относился мягко. Мы вот это испытание на себя берем и просим Всевышнего тем самым, чтобы он в течение года нас от всяких испытаний охранил. Корох. Потом берется нижняя матьца, и берется вот этот марор с хреном, и мы делаем такой сэндвич, и мы съедаем его в течение четырех минут, облокотившись на левую сторону. Следующая часть, это шульхан-орох, это сама трапеза. Ее начинают с того, что очищают яйцо, макают его в зальцвассер, в соленую воду, вот эту куриную горлышко обжаренное мы не едим во время сэндра. В этот момент, когда мы начинаем кушать, очень важно, чтобы на столе не образовался хамец. Поэтому мацу убирают со стола и стараются ее не кушать вместе с едой, или если кушают, то в пакетике в отдельном вдали от стола. Почему это так важно? Потому что на маце может оказаться остатки муки, которая не прожаренная, и эта мука, соединившись с водой, как раз может образовать хамец. Следующая цафун. В конце трапезы съедается афекаман. После того, как скушали афекаман, то уже ничего больше не кушают и не пьют. Но положено выпить еще два последних бокала вина. Это да, это можно пить. И во время афекамана нужно съесть, опять еще берется маца, дополнительно кизаид. Еще раз, полкруглой мацы, минимум. А лучше написано два кизаида скушать. Его тоже съедят афекаман в течение четырех минут, облокотившись на левую сторону. И скушать его надо в первую ночь в Берлине до часа восьми минут. То есть так надо организовать, чтобы успеть до этого времени скушать афекаман. Барр. Следующий шаг. Наполняют третий бокал вина. И говорят, Беркат Амазон, благословляют Всевышнего после еды. И потом открываются двери. И главная дверь. Берут свечу, выходят к двери. И прочитается шфох хаматха. И в этот момент мы показываем, что мы ничего не боимся, потому что Всевышний охраняет эту ночь, охраняет нас. Потом читается халель нирце. Выпиваются следующим этапом, который называется халель нирце. Мы выпиваем налитый бокал вина. Мы наполняем четвертый бокал вина. И наполняем бокал для Иляху Анави. Большой бокал. Читается халель. От начала до конца. Потом произносится благословение. И выпивается четвертый бокал. Точно так же, как все те предыдущие бокалы. Одним глотком затяжным. И облакотившись на левую сторону. В конце Седера мы произносим Лешана, Хаба, Биравашалаем. В следующем году в Иерусалиме. И по нашей традиции мы не говорим, что Седер закончился. Потому что Седер в нашем понятии продолжается весь год. И благословение его продолжается весь год. И еще важно, что в первую ночь Песоха, когда мы идем спать, и мы больше ничего не кушаем и не пьем, чтобы оставить этот вкус, прекрасный вкус мацы во рту вина, мы читаем только первый абзац Шма и Эмапиль перед сном. Радостной подготовки к Песоху. И благословенного, веселого и кошерного Песоха. И всех благословений.